Приветствую вас! Давайте попробуем разобраться в том, что с вами происходит. Вы пишите, что делать, когда муж, возможно, изменяет. Знаете, Катя, если вы не уверены в том, что ваш муж вам изменяет, если вы, если у вас нет доказательств этого, то, соответственно, вы, наверное, понимаете, что пределить вам нечего мужу. И, соответственно, наличие измен у вашего мужа, наличие измен и проблем в вашей жизни, это не точно упирается только в измену. То есть, да, вы ссоритесь. Да, у вас есть проблемы. Да. Но дело не в изменах. Измены – это следствие. Измены – это следствие. А причина, она в другом. Понимаете, причина такого поведения, причина такого отношения мужа к вам, вашего мужа, связана с внутренними конфликтами между вами, которые муж не хочет разбирать. И поэтому, говоря об измене, хочется сказать, что это последнее, о чем вам нужно думать. Потому что изменяет он вам или не изменяет. Дело не в этом. У вас есть проблемы. И эти проблемы вам нужно постараться решить. Эти проблемы вам нужно постараться разрешить. Понимаете? А не думать, изменил он вам, не изменял ли он вам и так далее. Вот это, пожалуй, и является самым главным. Самым главным и тем, что вы не очень правильно понимаете. Вы зациклились именно на измене. Понимаете? Вы зациклились именно на измене. А то, чем эта измена вызвана, то, чем эта измена может быть, значит, продиктована, об этом вы, судя по всему, не задумываетесь. А жаль, потому что это очень важно. Значит, год назад мы с мужем развелись. Печатевые были вынуждены не из-за нас самих. Интересные, конечно, обстоятельства. Катя, ну, если вы обращаетесь к психологу, то я полагаю, что это означает, что вы сами со своими проблемами справиться не способны. А это, в свою очередь, значит, что вам нужна помощь. Если вам нужна помощь, то, соответственно, нам нужна от вас информация. Если вы пишете, что вы с мужем развелись, то это довольно серьезное происшествие в вашей семейной жизни, и у каждого из вас сформировалось определенное отношение друг к другу на фоне этого развода. Соответственно, если у вас с мужем был развод, то по-любому кто-то из вас винит в этом другого. То есть кто-то из вас, вот как вот вы, ну, как вот вы партнеры, да, вот, будучи партнерами. Вы вините друг друга. Кто-то из вас обязательно друг друга обвиняют в том, что это произошло. Либо вы, либо муж, вот, это в любом случае. Но момент здесь, понимаете, даже не в этом. А момент здесь в том, что получается такая ситуация, такая скверная ситуация, немного дурная ситуация получается, в том, что кто-то заставил вас развестись. Ну, или кто-то, или что-то заставил вас развестись. И получается так, что вы семью не сохранили. Ну, значит, у вас были какие-то равногласия. Значит, внешние обстоятельства вас сломили. И очень может быть, очень может быть, что мужчина как раз, вот тем, что вы развелись, тем, что вы не смели сохранить семью, я не говорю, что это вы виноваты, конечно, но просто тот факт, что вы не сумели сохранить семью, значит, это сломило мужчину. Он сломил его в том плане, что он почувствовал, что не может хранить семью, и, почувствовав это, почувствовав, что он не может хранить семью, мужчина перестал ею дорожить так же сильно, как раз. И если он перестал ею дорожить, то вот вам и причина его поведения. То есть, вполне вероятно, что это защитная реакция, защитная реакция вашего мужчины на произошедший развод. Да, конечно, это не очень здорово, да, конечно, это не очень приятно, это понятно, безусловно. Но и вы же, наверное, понимаете, что это произошло, это случилось, и жить с этим нужно вам как-то дальше. Поэтому, исходя из этого, я думаю, что первое, что нужно вам, первое, о чем вам нужно со своим мужем, значит, разговаривать, это о том, почему так произошло. Но даже не разговаривать вам нужно, дело даже не в самих разговорах, дело немножечко в другом. А именно, дело в том, как вы себя ведете, понимаете, как вы себя ведете, что вы делаете, чем вы занимаетесь и так далее. Это очень важный момент, потому что если вы ведете себя неправильно, потому что если вы продвигаете довольно негативную модель поведения, то, соответственно, соответственно, ситуация для вас будет складываться и негативно, и деструктивно, к сожалению. То есть, на мой взгляд, на мой взгляд, здесь, в первую очередь, нужно именно с этим моментом поработать. Здесь, на мой взгляд, нужно именно с данным аспектом разбираться, потому что, ну, никто так просто не разводит. Вот, по каким-то внешним обстоятельствам, знаете ли. Далее, значит, здесь у нас либо попытка принизить, значит, то, что произошло, значит, либо у нас здесь бег от ответственности, ну, а в своей, бег от своей ответственности. Дальше, значит, после, да, и, значит, вы тоже снимаете эту самую ответственность. После этого ему смузи выпил. Так. Значит, здесь непонятно. Значит, вот вы смузи, смузи разводитесь, и что он после этого выпивает? Или как? Так. Простите, вот не очень понятно. Не очень понятно то, что вы говорите. То есть, как понимать ваше сообщение? То есть, вы, значит, разводитесь, и он сразу, в тот же день выпивает? Или что? Или как? Непонятно. Ну, хорошо. Хорошо. Ладно. Значит, вот он выпивает на вопрос, почему. То есть, вы ему задаете вопрос, значит, вы ему задаете вопрос о том, почему он выпивает. Здесь также к вам вопрос. Зачем вы задаете такой вопрос своему мужу? То есть, ну, пьяного человека, его лучше не трогать, его лучше не беспокоить. Пьяного человека лучше не провоцировать. Зачем вы это делаете? Ну, хорошо. Допустим, что вы не любите. Я могу понять, что вы не любите, когда он выпивает. Я понимаю. Но, согласитесь, опять же, что говорить ему об этом нужно, точнее, говорить ему об этом желательно только уже после, после того, как, например, это произойдет. А вы же прям, ну, как я понял, вы прямо в процессе, опять же, непонятно по поводу чего пили и почему вы не любите и, собственно, как вы говорите, что раньше у вас не было проблем по данной теме. Он ответил, кто ты такая, чтобы указывать? То есть, он что сделал? Да, он вам, значит, доказал, что вы ему больше не жена. И вопрос у меня к вам, так у вас не было проблем до этого, а если проблемы были, то как вы их решали? Самое главное, как вы восприняли то, что вам сказал ваш муж? После этого у нас есть минус или скандалы по поводу чего? Он говорит, что любит, то топчет меня под ноги. Вот неправильно, здесь неправильно. Знаете, мужчина ваш, даже если он поступает вот так, ну, таким вот образом, не очень хорошим, а? Даже если так, то мужчина в любом случае так поступать не может, он не должен. Он поступает с вами так только потому, что вы это ему позволяете. Вы позволяете ему так с тобой обращаться, а не он так поступает. Это немного разные вещи, понимаете, что когда он так и так не обделает, ибо то, что он делает, это его личное дело, его личное право. Он может делать, в общем, все что угодно. Знаете, вы его как-либо не поменяете, и вы не заставите его вести себя по-другому. Потому что он взрослый человек, вы не заставите. А вот как раз таки почему вы позволяете с собой так обращаться? Это уже вопрос куда более, на мой взгляд, важный. И данный вопрос нужно прорабатывать. Что заставляет вас позволять? Что заставляет вам позволять мужу с собой так обращаться? Это важный момент, важный момент, очень важный момент. И нужно, чтобы вы этот момент обязательно для себя уяснили. Дальше. Так, он стал холодным, а мне обидно такое отношение, я изменил столь. А холодным он стал по поводу чего? А вы в чем изменились? То есть, вы перестали принимать мужчину, Мужчина перестал принимать вас, И в итоге это очень похоже на совместные обиды. На самом деле, между вами. Это очень похоже на совместные обиды. Понимаете? То есть, вот, очень похоже на то, что вы, у вас друг с другом остались в недоговоренности. Вот. И самое главное, что у мужчины абсолютно нет никакого стимула и мотива что-либо менять. То есть, его, в принципе, все устраивает. Как я понял. Далее, значит, ну я говорю об остальном душе, что он изменился, а он говорит лишь, что как смысл так имя остался, а я все выдумываю. Ну хорошо, хорошо. Предположим, что он изменился. Как вы думаете, вот вы как думаете, какие причины заставили его измениться? Вы говорите, что вы изменились. Опять же момент. Какие причины заставили вас измениться? А если вы видите, что муж вас не слушает, но при этом ничего не делаете, то вот вы видите, что он не слушает вас, вы видите, что как бы, ну, что ему хорошо, ему комфортно, его все устраивает, все здорово, все замечательно. Значит, вашему мужу вообще хорошо, вот, то он и не будет вас слушать до тех пор, пока вы что-то не поменяете в своем поведении. Не по отношению к нему, а по отношению к себе. Понимаете? Вот, если вы именно по отношению к себе что-то поменяете, то станете сами себя по-другому вести, станете себя иначе вести, станете иначе себя как-то вот, ну, подавать, как-то станете вести себя, может быть, более самостоятельно, более отстраненно, более холодно. По отношению к нему, да? То есть, с одной и с другой стороны, вы вроде бы и конфликт не провоцируете. То есть, на самом деле, провоцировать конфликт не надо. Тут, тут, ну, как бы, тут правда, провоцировать именно конфликт не нужно, именно провоцировать. Но, вести себя так, как вы ведете себя сейчас, то есть, по сути дела, это у вас такая позиция, как получается, с позиция просящего. То есть, вы, как бы, просите постоянно у мужа, ну, мол, поговори со мной, да, объясни мне, что происходит, а он не хочет вас отталкивать. Позиция просящего вас обесценивает. Позиция просящего делает вас, ну, скажем так, менее ценной для мужа. И это очень большая проблема для вас. Потому что, если вы будете видеть себя так же, как сейчас, то ваша ценность и дальше продолжит падать. Она будет продолжать падать, она будет продолжать падать, пока мужчина вообще совсем не перестанет с вами считаться. Вы сейчас уже говорите, что он с вами не считается, там, что у него есть, там, другая девушка, там, и так далее, и так далее. Вот. Хотя это, ну, как я понял, это, это не точно, и все это ваши домашние. Пока что. Далее, значит, так. Недавно начал приносить домой продукты с работы, которые просто так не достать. А это вы где живете? Ну, так он же домой начал приносить продукты. Домой. Знаете, не куда-то, а домой. Разве это не здорово? Что мужчина стал приносить продукты именно домой. Он именно домой приносит, приносит продукты. Разве это не прекрасно? Почему? Почему вы приносите его в топ, что он изменяет, да, с этой женщиной. Но продукты-то он приносит домой. Если бы он не хотел, чтобы вы знали, например, что он вас изменяет, вряд ли он бы стал приносить продукты самой, ведь и вряд ли бы вы об этом узнали тогда. Понимаете? Почему вы не рассматриваете вероятность того, что мужчина просто радуется, значит, нашел себе друга. Просто друга в этой женщине. Подумайте, подумайте, постановилось об этом. Говорит, что это ему дает сотрудница по-дружескам. Она стала много фигуировать в его жизни. Он с ней говорит обо всем, советуется. Она подарила ему оберег, он носит его при себе. Ну и что? Ну, появился у мужчин друг. А у вас есть друзья свои, с которыми вы могли бы также поговорить обо всем? Есть кто-то, кто вас слушает? Кто прислушивается к вам? Кому, ну, например, интересно ваше мнение? И так далее. Есть кто-то? Если нет, то вот понятно, почему вы так реагируете негативно на эти моменты. Не в том дело, что вы ревнуете, например. Не в том дело, что вы боитесь, что он изменит вам. А дело все в том, что вы чувствуете себя одинокой. Одинокой и нереализующейся. И вы очень, может быть, хотите, чтобы ваш муж с вами вел себя так же, как вы ведете себя с ним. То есть, вам хочется, чтобы он был, ну, например, такой же, может быть, такой же одинокий, чтобы кроме вас у него больше никого не было. Вам хочется. Вам хочется, чтобы только с вами он, значит, как-то взаимодействовал. Вам хочется только, чтобы вам он доверял. Вам хочется, чтобы только с вами он всем делился. Вот. И, наверное, вам обидно, что он делится, ну, он делится, как бы, как бы, не с вами он делится тем, что вас беспокоит. Не с вами он делится тем, кто вас волнует. Но он, может быть, и не может делиться с вами. Кстати, а раньше он делился с вами? Или ситуация была такая? То есть, понимаете, есть причины. Есть причины, по которым вы ревнуете. Ну, вот, к своему мнению. Есть причины. И причины эти, они, как видится мне, не только в банальной ревности, а в образе вашей жизни кроются. В том, как вы, например, выстраиваете свою жизнь. В том, как у вас развита социальная сфера взаимодействия. Далее, значит, так, эм, так. Значит, когда я назвал него в кушевике, он сказал, Какой право ты имела лазить, эм, в моем кушевике? Ну, и что? И как вы к этому относитесь? То есть, вы считаете, что вы поступили правильно или нет? Вы считаете, как, что вы поступили верно? Вы считаете, как вы относитесь к тому, что произошло? Знаете, это, вообще-то, нарушение, ну, нарушение личного пространства человека, личной границы человека. И, эм, ну, как вы к этому относитесь? Действительно, почему вы считаете для себя, эм, как бы, позволительным так поступать? А зачем вы лазили у него в кошельке? Ага, понимаете, если, если у вас доверительные отношения, это одно, но если у вас отношения не доверительные, то это другое. И, получается, что вы не уважаете личное пространство своего мужа, и вопрос в том, почему. Когда-то мой муж ушел от первой супруги, он тогда вел себя со мной так же, как ведет себя сейчас с этой сотрудницей. Эм, а почему ваш муж ушел от первой супруги? Из-за чего он ушел? И, вполне вероятно, что, эм, он ушел от первой супруги. Потому что, эм, она так же, как вы, эм, значит, навязывались ему и так далее. А мужчина не любит. Ему не нравится, когда навязываются. Ну, вот, не нравится мужчинам, когда к ним навязываются. Тут уж ничего не поделать. Если вам, эээ, значит, ну, если вы считаете, что это неправильно, если вы считаете, что так не должно быть, то вам не навязываться нужно. А нужно просто своему мужу один раз объяснить, один раз дать понять, и все. А после уже действовать самостоятельно. Вы же постоянно пытаетесь найти какие-то подтверждения, вы же постоянно пытаетесь как-то на него давить. Это не то, к сожалению, что располагает мужа по отношению к вам. Это не то, к сожалению, что, эээ, позволяет вашему мужчине чувствовать себя как-то, ну, комфортно с вами, эээ, доверять вам и так далее. Кстати, это не то. Если вы хотите, чтобы он вам, чтобы он вам доверял, то нужно перестать, эээ, вот так себя вести с ним. Эээ, простите нас тут. Гром, 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 гром и гроза. Эээ, простите нас тут. Далее, значит, так, эээ, что вы пишете? Значит, там не о чем, не о чем поговорить. Почему? Что у вас общего? А было ли когда-нибудь о чем поговорить? Ну, что вы вот сейчас, эээ, как бы, как бы жалуетесь на то, что вам не о чем поговорить. А раньше-то о чем поговорить было, что вы жалуетесь? Или как? Если раньше, эээ, не о чем было поговорить, почему вас это волнует, эээ, волнует сейчас. Если, эээ, раньше было о чем поговорить, а сейчас, эээ, если что-то поменялось, нужно определить, что именно поменялось. Определенно вам, ну, столько стоит подумать с мужем, как-то набравить свой быт. Определенно вам стоит подумать с мужем, эээ, как бы вы могли, например, эээ, там, отличить свои отношения, обновить их и так далее. Все это, эээ, в общем и целом, вполне возможно сделать. Главное, побольше, побольше узнать о вас и побольше узнать о, эээ, значит, ну, о вашем муже, чтобы понять, что именно можно сделать, чтобы определить ваши отношения. Далее, значит, он говорит, что я к нему плохо отношусь, что это я к нему плохо отношусь, то я себя чуть ли не жду, когда он умрет. Ну, это обиды, скорее всего, у него на вас. Но ведь я не расслал на примирение. Ну, вопрос, как вы это делали, в какой форме и что говорили. Молчали, тогда все хорошо. Молчание, это, эээ, молчание можно подавать по-разному. В вашем случае вы молчание подаете не совсем правильно, и из-за этого возникает проблема. Эээ, когда я соглашаюсь совсем, но кто-то мне сказал, что допросит, снова скандал. Эээ, значит, мужчина ждет от вас определенного поведения. Мужчина, эээ, ожидает от вас какой-то агрессии, мужчина ожидает от вас какого-то негатива, да? Соответственно, эээ, у него на это есть, эээ, причины, видимо. Эээ, соответственно, с этими причинами нужно поработать. Но, в любом случае, ээ, вам, наверное, беременно своим поведением определиться. Соответственно, у него агрессия, значит, он что-то защищает. Если он просто раздражен, значит, у него противоречия какие-то. Вам в этом кондикции нужно понять, чего он вообще хочет. А до этого нужно вывести его из зоны комфорта. А его сейчас все устраивает, понимаете? Я заметил, что, когда он приходит на работу, то сразу он, наверное, состянулся. Эээ, вчера я полезла ночью в его телефон. А зачем мы полезли ночью в его телефон? Для чего? Для чего мы это сделали? И начала, эээ, в членном списке на многом раньше девушку. Я разбудила мужа и спросила, кто это. Ну, знаете, Катя, эээ, я даже, даже не знаю, что вам сказать здесь. Потому что, эээ, если честно, эээ, вы точно своего мужа уважаете, вы точно любите его. Вы можете вот так вот, эээ, мало того, что вы залезли к нему в, эээ, телефон, который, кстати говоря, вообще не ваш. Который, кстати говоря, ну, главное отношение не имеет. Да? Ну вот, мало того, что вы залезли к нему в телефон, так вы его еще и разбудили. Кто бы спросить, кто это? А почему нельзя было до утра-то оставить? Ну зачем надо было ночью-то человека будить? Как, как вы к нему относитесь? Я очень хотел бы, чтобы вы ответили на этот вопрос. Как вы вообще к нему относитесь и любите ли вы его? Потому что это поведение ваше, оно настояло сомневаться. Значит, так, эээ, так, я полезу ночью. Он, он сказал, эээ, значит, что, она ему звонила знакомиться, а он ее добавил в черный список. Но я не верю, а почему не верите? Эээ, на чем неверие основывается? На фактах или на вашей неуверенности в себе? Если вы не уверены в себе, то это с вами нужно работать, это ваша проблема. И анализировать нужно именно вашу проблему, ваши отношения, вашу особенную. В чем именно и почему вы в себе не уверены. Так, значит, эээ, я думаю, он ее добавил туда, чтобы она не звонила, пока он дома. Уверена, он и с другими знакомится. Так, ну, вы знаете, можно было бы ее предупредить, чтобы она не звонила в определенное время, и добавлять ее в черный список вообще. Эээ, думаю, что он, уверена, он и с другими знакомится. Почему? Откуда у вас это уверено? Чем она продиктована? Эээ, страхом? Неуверенностью? Чем? Подумайте, пожалуйста. Все это наблюдает наш ребенок. Что именно? Как он знакомится? Как он доносит черный список там, кого-то? Что именно наблюдает ребенок? Эээ, не очень, не очень, не очень это понятно. Что именно наблюдает ребенок? Наблюдает ребенок. Ага, у вас. Далее. Раньше я не выгонял Муни из-за ребенка. Так. А раньше, это когда? Вот. Когда раньше? Ну, вы говорите, что раньше я не выгонял Муни из-за ребенка. Раньше, это когда, вы не говорите, что у вас скандалы начались после того, как, значит, вот вы развелись. А получается, что проблемы были еще до этого? Катя, ну, я могу, я могу сказать только то, что вы неправильно делаете, что, и вы ребенка пытаетесь захоронить семью. Как вы можете видеть, ребенок это все видит, его это травмирует еще больше, и, собственно, ему от этого хуже. Поэтому, если вы не выгоняете Муни из-за ребенка, это, как правило, как правило, это отговорка и отстанка, а в действительности вы не выгоняете Муни скорее всего, потому что с вами боитесь отстанных. Нужно иметь мудрство и силу это признать, и после этого корректировать свое поведение, то есть работать над своей независимостью в большей степени. То есть, может быть, именно сейчас выгонять Муни уже не надо, прям конкретно. Но, общайтесь с ним, например, холодно. Общайтесь с ним, например, отстраненность, чтобы он видел. Вам неприятно за эту ситуацию, не выходя при этом на конкретную линию конфликта. И, собственно, все. Но не надо на ребенка такую ответственность накладывать, то это вы из-за него не выгоняете Муни. Вот. А то ребенок, он не должен такую ответственность нести. Далее, значит, сейчас не знаю, как поступить, не знаю, как здесь мыслить, что у Муни может быть другая. Вам не нужно здесь мыслить, что у Муни может быть другая. Вам нужно разобраться с проблемами, в первую очередь, со своей моделью поведения, и как вы относитесь к Муни, чего вы от него хотите вообще. И после этого скорректировать свое поведение, и уже посмотреть, какое поведение в ответ вам. Вам будет транслировать ваш муж. А мысли об измене, они абсолютно беспочвенны. И опять же, связаны с вашей неуверенностью в себе. Как разобраться, если он говорит, а я не верю? Ну, нужно разобраться с причинами, причинами именно вашей неверы. Отсутствие у вас веры. Вот дети нужны на работу. После ссоры, ночью утром он написал смс, простите за проблемы, за то, что потерял веру. Кто потерял веру? Но у меня никого кроме вас нет, и никого я больше не люблю. И почему вы ему не верите? Но почему он тогда так общается с той женщиной? Она его друг. Почему вы не допускаете мысли, что она просто его друг? Из-за неуверенности в себе. Ну, то есть из-за ревности. Объемность – это неуверенность в себе, и два, когда остаться одной. Вот именно потому, что вы не уверены в себе и боитесь остаться одной, потому что вы не можете, как бы, сделать так, чтобы муж вас слушал. Вы и ревнуете. Но так лучше постараться сделать так, чтобы муж вас слушал, чем ревновать. Для этого нужна определенная работа. Определенная работа и над вами, то есть вам над собой нужно проводить определенную работу, и над отношениями с мужем, то есть корректировать только отношение к себе, вам, свое, но и отношение к мужу. А почему он говорит, что я не что, а потом что любит? Потому что у мужа определенно противоречий внутренний конфликт, вы прислушиваете с ней к словам, а к тому, что стоит за словами. Будьте мудрее. Он не хочет разговаривать. Говорил, что ничего не изменилось. Ну, мужчины вообще редко выходят на контакт, поэтому здесь вам придется саму, если вы хотите сохранить отношения, здесь вам придется самой, как бы, регулировать свое поведение. Значит, так, стоит ли принимать радикальные меры и говорить, что можно сделать? Пока нет. Лучше сделать то, что я вам сказал, а потом уже будет видно. Как у нас действительно листь кто-то у него есть. А зачем вам это? Зачем вам это и что вам это даст? А если нет, если никак не сделают нас, что тогда? Подумайте, вот вы никак не сможете узнать, изменяет он вам или нет. Что тогда? Какие ваши действия? Ответьте себе на этот вопрос. И многое вам станет ясно. Я более чем уверен в этом. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Субтитры сделал DimaTorzok